Добрый день, дорогие гости и подписчики нашего канала. Сегодня речь пойдет об обрезке пеларгонии. Итак, ваша герань все лето радовала вас пышным цветением, но к осени выросла и оголилась. Новые цветоносы практически не появляются, наступает период покоя. И чтобы вновь она радовала вас весной своим цветением, необходимо ее обрезать. Ведь без нашего вмешательства боковые побеги герань не выпустит, а цветущие почки роста располагаются на каждом узле. После обрезки наш кустик будет гуще и пышнее, и цвести такая герань будет гораздо дольше своих неухоженных собратьев. Параллельно мы достигаем еще нескольких целей. Проводим профилактику болезней и вредителей, омолаживаем куст, а также укрепляем его иммунитет. Хотелось бы отметить, что если ваша герань все лето провела на открытом воздухе, то перед обрезкой следует занести ее домой и дать побыть в теплой комнате дни 10, чтобы она привыкла к новым условиям обитания. Итак, обрезку проводим продезинфицированным инструментом. Для этого хорошо подойдет острый нож, кухонный или канцелярский. Ножницы для этой цели не подойдут, так как они пережимают стебель. Продезинфицируем инструмент. Для этого протрем его спиртом, либо прокалим на огне. Также можно прокипятить минут 10-15. В моем случае инструмент уже продезинфицирован, поэтому начнем. Итак, осмотрим наше растение. Удалим все пожелтевшие листочки, все старые соцветия. Приготовимся к обрезке. Верхние побеги обычно обрезаются на треть, но если ваша герань сильно вытянулась, как в моем случае, либо она будет стоять в прохладном и малоосвещенном месте, то обрезку делаем кардинально. То есть оставляем лишь небольшие пенечки высотой 10-12 см, не больше. Надрез производим над листовым узелком. Если веточка растет внутрь, мы ее тоже удаляем. Но я эту веточку оставлю, так как она единственная на этом стебельке. Надрез производим под острым углом. Вот так. Если веточки растут перекрестно друг к другу, их тоже можно удалить, как, например, вот в этом случае. Все ослабленные веточки тоже без жалости удаляем. Боковым побегом, если они есть, делаем прищипку для образования новых побегов. И далее обрабатываем срезы дезинфицирующим средством. Для этого хорошо подойдет активированный уголь. Для этого его нужно растолочь. Вот так. И присыпаем срез. Еще одно средство – древесная зола. Она также является хорошим антисептиком. Также природным стимулятором заживления ранок является корица. Ее тоже можно использовать для защиты среза. Теперь нужно отставить цветок в сторону и понаблюдать за состоянием срезов. Если вдруг они почернили, значит, обрезку стоит сделать заново. Если же все в порядке, переносим его на постоянное место жительства, в светлое и теплое место. Уменьшаем полив. Ведь зеленой массы осталось совсем мало, и испаряться излишки влаги не смогут. Оставшиеся черенки при желании вы можете укоренить. Для этого следует опудрить их корневином и воткнуть в землю, создав постоянную влажную среду. Напоследок хочется добавить, что зимой любое растение более чувствительное к травмам. Поэтому если вы не успели обрезать вашу пеларгонию до конца ноября, то делайте это лучше уже в феврале. В этом случае ваша геранька просто немного позже зацветет. На этом все. Ваши отзывы пишите в комментариях, а я с вами прощаюсь. Всем пока. Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшний видеообзор будет посвящен подставкам для цветов от производителя Хитсад. Я думаю, что у многих из вас цветы в горшках размещены на подоконниках, причем иногда в хаотичном порядке. Либо вы их устанавливаете на подставках на полу. И все это иногда не совсем сочетается с декором помещения либо комнаты. Поэтому производитель Хитсад разработал подставки современные из прочного металла, легкие по весу, которые помогут не только грамотно разместить цветы, но с помощью них можно зонировать пространство, добавить изюминку в декор любого помещения. Преимущество подставок от Хитсад в том, что они выполнены из прочной металлической трубки. Конструкция внутри полая, поэтому вес очень легкий. Без каких-либо усилий я могу поднять подставку вместе с горшком. Также мы покрыли все наши подставки по цвету порошковой покраской. Она абсолютно надежная и защищает металл от коррозии. Хочу обратить ваше внимание на цвет подставок, который представлен сегодня в видеообзоре. Также обратите внимание по цвету благородной коричневой с добавлением бронзового. При изготовлении мы использовали современный метод лазерной резки. Сейчас расскажу зачем. Дно у всех подставочек напоминает собой незатейливые интересные узоры. Все благодаря современным технологиям. Также на сайте Хитсад представлен весь ассортимент. Подставки могут быть на 1-2 цветка, высокие, маленькие. Там в карточке товара вы можете найти подробные характеристики, размеры, вес и условия доставки. Ну а если у вас остались вопросы, связывайтесь с нашими менеджерами по указанным телефонам. Такая подставка будет отличным дополнением для любого интерьера. Также вы можете приобрести ее в подарок. Также отмечу, что подставки выполнены в различных цветах. Но про другие мы уже снимали видеообзоры. Можете посмотреть их по ссылке выше. Продолжение следует...